Всем привет! Сразу прошу прощения за мой вид на голове, я совсем скоро это исправлю. Сегодня я хочу снять влог, потому что у нас сегодня абсолютно особенный день, потому что кое-кто идет на выставку сегодня. Вот, этот кое-кто. Да, Семик, а ну расскажи, что ты думаешь? Да? Прямо вот так вот? Вчера он подвергался таким жутким мучениям, ему и ногти стригли, и купали его с шампунем, и мы зубы чистили, уши чистили, короче говоря, все марафетные процедуры провели с ним. Он абсолютно не был этому счастлив, но тем не менее это обязательно нужно делать, когда идешь на выставку. И вот сейчас я смотрю, как мы будем выступать. Судя по всему, мы выступаем прям перед обедом последний. Вот мы будем в третьем ринге. Эксперт у нас Лейникова Зе. С 10 до 13 будет, и мы здесь идем как самые последние. 8 собак, кстати, да, 8 биглей. А вот здесь вот очень много вот хаски перед нами будет, а так всех по пару штук буквально собак, а биглей аж 8 штук. Ланенька, мы побежали собираться, потому что мы немного опаздываем, чуть позже с вами увидимся. Мы уже успешно приехали на выставку, и прошли ветеринарный контроль. И поняли тоже, что нам обязательно нужно купить какую-то прикормку, для того, чтобы, ну, Сэммика еще немножко тренировать там, и как бы вообще, когда он будет уже выступать, чтобы он, в общем-то, исполнял команды определенные, и давать ему какую-то подкормку. Сейчас идем снимем в банке деньги, ну, в банкомат надо найти, снять денег, потому что мы, короче, подготовились по полной программе просто. Я говорила, стулья надо взять, мы их не взяли, успешно забыли тоже. Ну, Сэммика главное взяли, и его документы взяли, это самое главное. Там уже как пойдет. Вот, выступаем мы самые последние. Пока еще биглия только одного видели. Или, блин, тут все такие худющие собаки, вообще какие-то, как будто в концлагеря приехали. У нас Сэмик такой бытусик по сравнению с этими всеми собаками. Ой, не знаю, чувствую, будет нас за это ругать. Ну, он как бы совсем чуть-чуть, у него есть лишнего веса, но все, кто его видит, все говорят, что он ему идет. Ну, и я тоже поддерживаю с этой точки зрения, что сильно прям его худющим я бы не хотела видеть, потому что когда собака настолько худая, она немножко даже болезненно выглядит. Ребятки, уже первые породы начали выступать. Я тут смотрю, все себя так спокойно ведут. Сэмик себя так спокойно никогда не ведет. Он начинает прыгать или сидеть, а тут надо очень долго стоять, как бы в стойке, чтобы они смотрели все характеристики. Я его учила стоять, но я его учила стоять, ну, как, ну, недолго, то есть какое-то время, там, может, пару секунд, там, секунд 10-20, а тут реально надо минуты 3-4 добрых стоять, пока не делают оценку. Короче, не знаю, что это будет. Вот, ну, смотрите, какие собаки пошли. Я даже не знаю, что это за порода, но такие смешьючие. Кстати, среди всего этого безумия я забыла, что у нас сегодня с Никитой такая небольшая годовщина, три месяца, как мы уже с ним женаты, поэтому сейчас я подойду. Он тоже меня не поздравлял, абсолютно ничего не сказал, потому что все утро у нас прошло в таком просто... Бегом-бегом собираемся, взяла еще себе латешку. Потому что ждать тут долго, и пить хочется, и как-то весь такой на взводе, хочется немножко отдохнуть и расслабиться. Вот сейчас, кстати, Никита, сейчас мы к нему подойдем. Семьи кузя хвостом машут. Любимый, я тебя поздравляю с нашей годовщиной небольшой. Я тебя поздравляю. Мы сегодня забыли об этом совсем с утра. Да, так собирались. Семьик все внимание на себя забрал сегодня. Шишечку уже грозет. Семьи, скажите, самый красивый, правда? Выступим. Мы за медалями сюда не пришли. Мы, главным образом, хотим просто поучаствовать, а там уже посмотрим. Дадут что-то, значит, хорошо. Не дадут, так не дадут. А вот, кстати, покажу вам всех наших конкурентов. Вот здесь вот Семьи самый первый. И там вот еще несколько собак. Которые тоже будут с нами соревноваться. Клетки сидят двое. Ребята, мы заняли третье место. Ура, ура, ура. Мы третье место заняли. Да, Семьи, ты чемпион. Ты чемпион, ты чемпион, ты чемпион, да, чемпион. Поздравляем тебя, Семьик, ты самый красивый. В общем-то, да, поздравьте нас. Мы заняли третье место. Завтра... Оценка отлично. Конечно, по характеристикам там нам расписали. Все круто у нас. Так что, в принципе, единственное, конечно, он немножко у нас лишнего веса имеет. Но этого, кстати, даже не написали нигде, что он лишний вес имеет. Написано телосложение хорошее, отлично, физически развит. Вид, в общем-то, короче, оценка у нас суперская. Да. Вы очень довольны. Класс. Мы решили закончить наш вечер тем, что пойдем в кино. И вот сейчас как раз мы уже приехали в торговый центр. У нас до сеанса 20 минут. Мы идем сегодня на фильм «Бегущий в лабиринте». Кстати, я так ржала. «Той, чтоб бежить». Да, да, да. На украинском языке его перевели «Той, чтоб бежить в лабиринте». Это вообще так смешно. Но, на самом деле, в русском языке как-то более изящно. Этот оборот есть «Бегущий в лабиринте», например. Также, я помню, такой же прикол был с фильмом «Ловец змей». На украинском его перевели «Той, чтоб ловить змей». Вообще, это так смешно каждый раз. Мы уже вышли с кино и едем домой. И я себя чувствую вообще бешено, просто уставшень. Как будто, я не знаю, вагоны сегодня разрушала. Все, это такой день эмоциональный какой-то. С эмиком так напереживалась. Особенно перед тем, как уже выходить на рынок. Вообще, просто как-то так распереживалась. И он тоже разнервничался. Ну, короче говоря, такой насыщенный эмоциональный день был. Фильм вообще мне не понравился. Мне понравился даже больше. Никита говорит, что мне вообще не понравился. Я книгу вот эту первую еле дочитала. Она мне такая нудная была вообще. Я решила, нет, вторую точно читать не буду. И фильмец тоже такой вот в стиле. А-а-а, там побежали, побежали. По сути, как бы сюжета там, вот что мне в этом фильме не нравится, так это то, что вообще нет никакой предыстории. То есть, что случилось с миром? Почему такая, я не знаю, постапокалиптическая вообще система? Кто эти люди вообще? Ну, короче, нифига не понятно. Они все куда-то бегут. Вот эти плохие, бежим от них, прибежали, а эти тоже ничем не лучше. Короче, блин, такое вообще. И на самом деле, как бы, если выбирать из трех фильмов, из последних вот этих, постапокалипсих. Ну, мы сравниваем «Голодные игры», «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте». Мне «Дивергент» пока на первом месте. Вот если сравнивать, сугубо из этих трех фильмов. Вот какая-то там и история самая интересная, и такая история любви там проглядывается как бы. Ну, такое, нормально. А это просто чушь собачья. Это вообще, ну, как по мне, я не знаю, мне не понравилось. Мне наоборот, это в плане мира, в общей истории тоже. Понятно, что есть какие-то свои нюансы там. Но этот на первом месте, потом идет «Дивергент», «Дивергент», а потом уже аж «Голодные игры». Не знаю. Ну, короче. Ладно, на этом, наверное, будем заканчивать сегодняшний влог, потому что завтра нам предстоит не менее насыщенный день. У нас завтра второй день выставки. Я не знаю, снимать влог, не снимать. Может, будет скучно подряд смотреть про выставку. Ну, я думаю, может, я сниму, а там дальше уже посмотрим, выкладывать, не выкладывать. Завтра у нас, кстати, израильский эксперт зарубежный. Сегодня нас судил украинский эксперт. А израильский, у меня такое впечатление, что там будет пожестче немного. Ну, посмотрим. Я уже немножко поняла, что я неправильно Сэммика дрессировала. Его в стойке надо было намного дольше держать. А я как бы показывала стойку, ну, и все, молодец, как бы, и давала ему вкусняшку. И он сразу из стойки выходил. А там, когда показываешь собаку, они так долго смотрят. Она стоит. И своему ассистенту так, там уши такие, там спина такая, там зубы такие. И вот это так долго. Он уже начинает крутиться, он уже не выдерживает. Постоянно туда-сюда, туда-сюда. А я не знаю, что с ним делать, потому что, ну, как-то заставить его стоять в одном положении, я его просто так не учила. Поэтому для него это тоже непонятно. В общем, ладно, наговорила уже кучу всего. Буду заканчивать этот влог. Спасибо, что посмотрели его. Поставьте обязательно лайки, если вам понравилось. Ждем поздравлений насчет Сэмика. И увидимся с вами в следующих моих видео. Пока. Пока-пока.